дорогие друзья всем большой привет с вами канал супер отпуск на даче и я уверена что вы все на своих дачах и конечно же многие из вас уверены почти все привезли с собой на даче из квартир вот такие растения пионы клематисы елочки то и лилии чего вы только не привезли и самый первый вопрос который вас сейчас возникает я просто в этом уверенно когда это все высаживать можно ли это высаживать прямо сейчас либо чуть-чуть подождать либо что-то можно а что-то нельзя вот именно этому друзья я и хотела посвятить это видео поскольку под моими любыми видео последними от вас самое огромное количество вопросов как раз на эту тему когда сажать пионы которые мы с вами так заботливо высаживали в коробки, когда сажать гортенции, когда сажать елочки, когда можно сажать лилии, хосты, флоксы, в общем, все, что вы накупили. Давайте, друзья, я очень подробно сейчас остановлюсь на многих этих растениях, так как какие-то из них действительно высаживать пора и можно, а какие-то все-таки щврано. Но обо всем поподробнее в этом видео. Но, друзья, здесь вот с высадкой растений мы давайте разделим с вами это видео на несколько таких сегментов. Первый сегмент. Если вдруг вам сейчас пришли саженцы по почте с открытой корневой системой, давайте сначала об этом, потому что многие заказывают в питомниках растений сейчас, по почте выписывают, и прямо сейчас приходят саженцы. Что с ними делать? Вроде бы на улице прохладно. У нас вот в Подмосковье очень прохладная погода. Сегодня 9 градусов, вчера было немножко потеплее. Но погода хорошая, прям теплая, такой у нас пока не предвидится. И вот если у вас такая же погода, что делать? Саженцы пришли. Открытая корневая система. Друзья мои, сажаем. Запомните, что саженцы с открытой корневой системой сажаются в прохладную погоду. Чем прохладнее, тем лучше. Ну, конечно, не в мороз. Но вот сейчас плюс 9, плюс 10 градусов, дневная температура. Это самая лучшая температура для того, чтобы высаживать наши. Саженцы с открытой корневой системой в открытый грунт. Поскольку именно такая прохладная температура обеспечивает холодный старт корням. А всем многолетним растениям, почти всем, как правило, нужен холодный старт. И вот как раз вам погода дарит такие прекрасные условия. Конечно же, друзья мои, не забывайте замочить ваши саженцы. Саженцы с открытой корневой системой желательно замачивать. Это может быть 3 часа, 4 часа, 5 часов. Ну, в зависимости от того, в каком состоянии корни. Берете ведро воды, опускаете туда саженцы, предварительно в воду добавляете корневин, любой фунгицид. Это может быть максим, это может быть фитоспорин, все, что угодно. И оставляете на 4, 5, 6 часов. Можно даже на сутки оставить. Пионы с открытой корневой системой замачиваются вплоть до 3 суток. Но будьте аккуратнее, чтобы там кожица у вас с корня пиона не слезла. Уже много раз об этом говорила. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, друзья, если что-то получили сейчас с открытой корневой системой, не теряйте время. Погода вам дарит прекрасные условия, прохладные. Высаживайте, отлично приживутся. А вот что делать с луковичными, да, вы меня спросите. Можно ли высаживать луковицы? Давайте об этом поподробнее. Луковичные. Это у нас сейчас гладиолусы. Это у нас сейчас лилии, которые у вас, возможно, уже вот с такими большими росточками вы их привезли из дома. Так вот, можно ли их высаживать? Я по своему опыту вам скажу следующее. Я ориентируюсь на посадку луковичных в тот момент, когда у нас на березе начинают распускаться маленькие-маленькие листочки. В принципе, друзья, этот процесс уже начался. И, как правило, в первых числах мая на березе такие листочки у нас уже маленькие начинают распускаться. Поэтому, да, в праздники можете вполне их высаживать. И не бойтесь, да, если у вас лилии вот с такими большими ростками, например, как моя, не забывайте, что лилии, друзья, при посадке у нас углубляются на 10-15 сантиметров. Все в зависимости от того, какого размера ваша луковица. Чем больше луковицы, тем больше углубляется. На три высоты луковицы, да, так в среднем. И поэтому вот эту часть, она у вас окажется под землей. Не высаживайте ее вот сейчас, чтобы она у вас была на поверхности земли. Во-первых, это будет неправильная посадка. Ну и, во-вторых, лилии ваши гораздо теплее сейчас будет в земле. Поэтому все, что касается луковичных, друзья, любых луковичных, вот как только. Мой ориентир такой. На березе появляются маленькие листочки, вы смело можете их высаживать. А это как раз-таки, да, 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 эти майские праздники и эти выходные. Ну и наверняка многие с собой привезли сейчас рассаду однолетних растений. Вот что делать с ними? Можно ли ее высаживать? Даже если вдруг будет очень тепло, друзья мои с однолетниками, не спешите. Много раз на моей памяти, на моем опыте была такая очень обманчивая погода. Когда в начале мая были 25 градусные температуры тепла, да, и вот казалось бы, ну почему не высаживать? Однако же, друзья, всегда майская погода очень обманчива. Ну, я говорю про климат средней полосы России. Конечно, если вы находитесь на юге, если это какой-то Краснодарский край, если это хотя бы Воронеж, то, я уверена, у вас намного теплее. У нас в Подмосковье, друзья, и уверена, во многих других районах, это Пермский край, это, да, какие-то другие у нас Уральские области, ну вот там, мне кажется, не стоит спешить. И на моем опыте много раз были случаи, когда я пробовала высаживать, да, была обманута такой температурой. И, в общем-то, друзья мои, потом все равно возникали возвратные заморские, и растения гибли. Однолетники, как правило, они все не очень хорошо переносят, не дай бог, возвратные заморские. Но единственное, питония еще как-то может чуть-чуть справиться. И то, если это очень сильная рассада, если это хорошие крепкие кусты с хорошей корневой системой, то питония, да, может. Но и то я бы рисковать не стала. Вот, как правило, питония, она у нас очень долго не мерзнет. Вот в конце лета, когда там, извините, огромная корневая система, и питония может выдержать эти возвратные заморские. Вернее, уже начавшиеся заморские, такие ночные, да, редкие. Но вот сейчас, друзья, не рискуйте, не высаживайте. У нас в условиях Подмосковья не раньше 15 мая, а лучше после 19-20. Вот у меня такой ориентир. Ну и наконец-таки давайте буду рассказывать про те наши растения, которые мы все с вами заботливо, начиная с февраля, с марта месяца, высаживали в какие-то кашпо, в какие-то горшки, в коробки, в ящики. Про наши многолетние растения, что же с ними делать. Вот, кстати, смотрите, друзья, как заботливо пакетиком я укрыла свою красавицу крупнолистную гортензию. Дело в том, что для нее погода очень обманчивая, прохладная. Ну, смотрите, какая она у меня красивая, какая она хорошенькая. Я прям искренне так вот на нее радуюсь, любуюсь. И давайте буду вам рассказывать прям конкретно. Здесь все зависит от растения. Очень много от этого зависит, поэтому единого правила нет. Но свой опыт постараюсь вам сейчас передать. Так, ну и первое, друзья, что можно высаживать легко, с легкостью, совершенно не боясь никаких температур и каких-то возвратных заморозков. Друзья мои, это все хвойные растения. Если вдруг вы на Новый год сохранили вот такие прекрасные елочки коника, высадили их в кашпо, в горшок, да, вот как я. Помните, у меня было на канале даже видео о том, как я вам показывала, как я это делаю. Вот, пожалуйста, друзья, мои две коники. Одна большая, вот, а другая маленькая, которую, помните, друзья мои, я спасла, буквально спасла в магазине. Посмотрите, какая она большая, какой ворох здесь, да, вот таких новых веточек у нее вырос, новых побегов. Ну и вот они у меня буквально все сохранились, ведь спасла, друзья мои, спасла, а Паша не верил. Да, здесь же у меня присутствует еще и вот такая туйка, это туисмараг, друзья мои. Вот все, что касается хвойных растений, вы все их можете смело высаживать. Им совершенно не страшны никакие возвратные заморозки. Мало того, друзья, их можно было высаживать даже еще раньше. Все хвойные растения очень хорошо переносят холодную пересадку. Их даже, друзья, и зимой можно сажать. Ну, конечно, зимой это сделать сложно в силу того, что у нас грунт промерзший. Но если есть возможность посадить зимой, то можно сажать легко и зимой. Они очень хорошо переносят вот такую зимнюю пересадку. Поэтому все, что касается хвойных растений, легко высаживайте прямо сейчас. Единственное, не забывайте притенить от солнышка. Особенно у нас на солнце горят наши маленькие конники, наши маленькие елочки. Поэтому, если вы сейчас будете высаживать такие конники, обязательно притяните их от солнца. Сделайте им какой-то шалашик. Потому что солнце у нас все-таки сейчас уже такое весеннее, оно яркое. Коника у нас будет привыкать к новым условиям. Поэтому можно вот такой шалашик сделать. Если чуть-чуть подгорит, не расстраивайтесь. Как правило, коники, они у нас восстанавливаются. Не расстраивайтесь. У меня обычно все равно при высадке их в открытый грунт, они чуть-чуть подгорают. Как бы я их не притеняла. Ну, принимаются, что же делать. Но ничего, это поправимо. Не расстраивайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Остальным растениям я сейчас буду проходиться по саду. И здесь, друзья, правило такое. Мы будем сопоставлять растения, которые у нас высажены в кашпо, в коробке, их наземную часть. Какой она у нас высоты, в каком она состоянии находится, сколько листьев есть и листья. С растениями, которые сейчас находятся, с точно такими же растениями, в открытом грунте. В каком состоянии они. Из этого, с вами, друзья, мы будем делать вывод. Стоит их прямо сейчас высаживать или можно чуть-чуть подождать. Все дело в том, что они у нас, эти растения, высажены в кашпо, высажены в горшки, в коробки. То есть у них уже закрытая корневая система. И если они себя прекрасно чувствуют, а растения, которые точно такие, у нас сейчас растут в открытом грунте, даже еще и земли не появились. Но вы сами представьте, зачем их мучить и высаживать. Надо ориентироваться на природу. Итак, пойдемте смотреть. Ну и давайте начну с пионов. Все мы их заботливо, друзья мои, высаживали вот в такие коробки. И смотрите, здесь все зависит от того, как развивается ваш пион, какая у него наземная часть. У меня вот один пиончик, он совершенно небольшой. Но ради справедливости я хочу сказать, что и высадила я его совсем недавно. И вот если сопоставлять, например, вот этот пион с тем пионом, который у меня растет в открытом грунте, у них практически одинаковая наземная часть. О чем это говорит? Что пион вот с такой небольшой наземной частью, которая очень сопоставима с пионом, который у нас в данный момент произрастает в открытом грунте, вот его, в принципе, высаживать уже можно. Можно без опасения, что с ним что-то плохое случится, он замерзнет и прочее, прочее. Но если у вас пион вот с такими большими листьями, вот с такой развитой наземной частью, у меня, кстати говоря, даже еще больше есть пионы. Вот их сейчас я бы немножечко сажать еще повременила. Все-таки надо дождаться, когда и у пиона в открытом грунте в достаточной мере тоже вот так вот уже распустятся листики. И только в этом случае, сопоставляя наземные части обоих растений, принимать решение о высадке. И если вы высаживали пионы тоже в коробке, то, друзья мои, не забывайте, для чего мы с вами это делали. Мы делали это для того, чтобы потом в этих же коробках, ну, конечно, я надеюсь, что коробки у вас не глянцевые, да, там, без каких-то рисунков очень больших, а вот такие обычные картонные коробки. Так вот, мы для того и сажали их в коробке пионы, чтобы прямо в коробках и высаживать в открытый грунт, чтобы не тревожить корневую систему пиона. Так как пионы, конечно же, весной сажать можно, и все мои пионы по странному стечению обстоятельств высажены весной и прекрасно цветут в моем саду. Однако, не следует забывать, что весной пиону пересадка и посадка дается крайне-крайне тяжело, поскольку у него еще нет всасывающих корешков, они не образуются у нас, друзья мои, по весне. Вот именно для этого мы и сажали пионы очень рано, в феврале, в марте, если покупали их в торговые центры, вот в такие коробки и выносили в прохладу, чтобы пошли развиваться хорошие всасывающие корни. И судя по тому, в каком состоянии пионы, вот, например, мои, я уверена, и ваши тоже, все у них, друзья, нормально, поэтому ни в коем случае не тревожим корневую систему и высаживаем прямо в коробках. После того, как посадили, поливаем и забываем про наш пион. Не обращаем внимания на коробку, она у нас за лето, даже меньше, даже где-то за два месяца, вполне себе разложится в земле, от земли, от осадков, ничего от этой коробки не останется, поэтому не переживайте, забудьте про коробку, что она у вас там будет. Единственное, не забывайте, на каком расстоянии у нас у пиона надо оставить цветочные почки, то есть вот эту корневую шейку. Вот у меня вот этот пион, он высажен, корневая шейка у него наружи, ну, коробка не очень большая попалась. И, друзья, не забывайте, что вот эти цветочные почки, это где у нас почка выходит с корнем, она заглубляется у пиона на 4-5 сантиметров, не глубже и не ближе. Музыка Дальше пион древовидный. Вот такой у меня древовидный пион, и, кстати говоря, наконец-то, наконец-то он набрал бутон. Друзья, у меня очень давно растет этот древовидный пион, и я все никак не могла найти для него место. И так же, как и большая моя туя-бробант, он у меня три раза переезжал с места на место, так как пионы у нас очень плохо относятся к пересадке, а древовидные тем более. Конечно же, в развитии он замедлялся. И в прошлом году я последний раз сделала такую экзекуцию, еще раз его пересадила. Но, друзья мои, почему я это сделала? Потому что, в принципе, я поняла все свои ошибки, почему он у меня плохо рос пион в разных местах, и подобрала ему такое хорошее солнечное место, и сделала очень вкусную такую посадочную яму с большим количеством перепревшего конского навоза. Вот прям не пожалела. Хочу также сказать, что очень тяжело выкапывался у древовидного пиона совершенно другой корень, если он корнесобственный. Совершенно не такой, как у обычного пиона. Это у нас такой длинный-длинный-длинный корень, который уходит очень глубоко вглубь, и у него такие по бокам корешочки развлечения, конечно, есть. Но, тем не менее, корень очень тяжелый, и в конце концов я его даже не смогла весь выкопать и обрубила. Однако же, думала, друзья мои, все распрощалось на веки вечной со своим древовидным пионом. Однако, ему очень понравилась моя прошлогодняя осенняя пересадка, и вот он вот так хорошо себя чувствует. И, да, давайте вот смотреть, сопоставлять его наземную часть с наземной части моим древовидным пионом из коробки. Конечно же, мой пион в коробке больше, его наземная часть больше. У древовидного пиона, который растет у меня сейчас в открытом грунте, он только-только начал появляться из земли. Поэтому, вывод делаем какой? Немножко подождем. Подождем, пока и у пиона, который высажен в открытом грунте у меня, будет приблизительно точно такая же наземная часть. Вот это, друзья мои, общие правила практически для всех многолетних растений при их высадке в открытый грунт. Следующее, о чем необходимо поговорить? Ну, конечно же, о наших красавицах розах. Что делать с саженцами роз, которые, да, возможно, вы сейчас все тоже привезли из квартиры. У кого-то они в горшках, у кого-то они в каких-то бутылках полиэтиленовых. Розы можете смело высаживать. Вот, опять же-таки, посмотрите на ваши розы сейчас в вашем саду, и вы видите, что это уже распустившиеся, не то чтобы почки наклюнувшиеся, а уже листочки и уже побеги начали у розы расти. И даже никакой снег, который у нас был два дня назад и буквально покрыл здесь все, как зимой, никакие возвратные заморозки розам у нас не страшны. И розам, конечно же, для хорошего развития нужен тоже холодный старт. Поэтому высаживайте, хорошо примутся в прохладной погоде, а еще особенно если и дождичек накрапывает, отлично все высаживать. Не пугайтесь такой погоды, это самая лучшая погода для посадки. Поэтому розы можете высаживать смело уже сейчас, в начале мая, в любом виде, с открытой корневой системой, да, с закрытой. Вот розы прям высаживайте и не бойтесь, им эта холодная посадка только придется по вкусу. Клематисы. Вот у меня два клематиса очень хорошо принялись в горшочках. И здесь даже подвязочки я вот уже им сделала. И что я могу видеть, друзья, что они прекрасно развиваются. Кстати говоря, как я и предполагала, на одном из клематисов, да, у меня в качестве подвязки выступает обрезанная ветвь метельчатой гортензии лайм-лайм. Друзья мои, дала почки в земле, вы можете себе представить вот такой большой у нас отросток, да? Вот представляете себе, какой черенок, и пожалуйста, дала почки, почки-то распускаются. Вы можете себе такое представить? Так что придется мне высаживать сразу же из этого горшочка два цветка. Но для меня это, конечно, не очень большая приятная неожиданность. Так вот, возвращаясь к клематисам. Вот не случайно я в это место поставила свои красавчики, поскольку здесь у меня клематис Варшавка Найк. И вот я смотрю, да, появился ли он из земли. Так, ну что я могу сказать, из земли он пока не появился. Но на остатках старых плетей, которые мы оставляем осенью, когда такой клематис обрезаем, у нас уже проснулись почки. И они вполне себе так распускаются. Поэтому какой делаем вывод? Можно высаживать, а можно чуть-чуть подождать. Вот как вы решите. Однако же, да, не забывайте, если вы сейчас такой клематис высадите, все-таки присеняйте его от солнышка, поскольку он очень такой у нас нежный, молоденький. Но я бы вот чуть-чуть все-таки подождала. Я бы вот подождала, пока у нас все-таки из земли появятся молодые активные побеги. Поэтому я бы сейчас не стала высаживать. Но, опять же говорю, высаживать можно, но прикрыть. Либо спонботом, во-первых, от солнышка, ну и от каких-то, возможно, возвратных заморозков. Сопоставляйте, опять-таки, ваш клематис в горшке с наземной частью клематисов, которые растут в вашем саду. И вопрос такой. Если вдруг клематис, у него почка погибла, засохла. У меня есть такой один. Давал почку новую, но потом и она тоже погибла. Но изначально, знаете, корешок был самый слабенький. Но уж очень он мне понравился. Это такой необычный белый махровый клематис. Ну вот, белые клематисы, кстати говоря, они самые-самые у нас капризные. У меня, кстати, есть про клематисы очень большое. Я надеюсь, интересные видео. Многим оно нравится, набрало много просмотров. Поэтому просто советую вам посмотреть. И как раз там я рассказывала о том, что белые клематисы у нас, они очень-очень такие, принимаются, в общем, тяжело. Неженки. Ну, что сделаем в таком случае? Выбрасывать его или нет? Нет, не выбрасывайте. Я вам советую его высадить, заметить то место, куда вы его посадили. Поскольку клематисы в молодом возрасте, они у нас стугодумы. И бывает такое, что клематис даже может не проснуться на второй год после посадки. Даже в первый год он у вас может и подсвести, и вырасти, и дать хорошую наземную часть. А на следующий год или даже через год бывает такое, что клематис у нас из земли не выходит. И мы страшно расстраиваемся и думаем о том, что все, клематис наш погиб. Однако в молодом возрасте у клематисов такое случается. Я не знаю, с чем это связано, я не биолог, однако же такой факт есть. И бывает, что такие клематисы, они выходят из земли через год. Поэтому, друзья мои, высаживайте, замечайте место, куда посадили, да, там какую-то загородочку ставьте, колышек. И наблюдайте за ним. Вполне может быть, что на следующий год он у вас проснется и еще будет расти в вашем саду. Ну и, конечно же, при посадке ваших клематисов в открытый грунт, ни в коем случае не забывайте заглубить точку роста на 8-10, а можно и 12 сантиметров в грунт. То есть, фактически, у нас получается, что вся наша вот эта зеленая часть, она у нас сейчас будет в земле. Поэтому, конечно же, можно и высаживать, а можно чуть-чуть и подождать, пока зеленая часть у нас немножечко подрастет, и чтобы мы видели, как мы его высадим. Если, конечно же, вы эту точку роста заглубили еще в момент посадки в кашпо, то высаживайте ровно на таком уровне, на котором у вас сейчас это растение находится в горшочке. Если, конечно же, вы заглубили его на должную глубину, то есть на 8-10-12 сантиметров. Если не заглубляли, как я, а молодые саженцы у нас, однолеточки, они, когда мы их покупаем в пакетах, они у нас не заглубляются, чтобы эта корневая шейка не загнила. А поначалу, когда только высаживаем его в такие временные кашпо, то сейчас, конечно же, вот эту корневую шейку просто необходимо заглубить. Вот не забывайте об этом, друзья. Крупнолистная гортензия. Наконец, дошла очередь и до нее. И как вы можете видеть, друзья, несмотря на то, что у нее уже вовсю распустились листья. И, в принципе, размер этих листьев вполне уже практически сопоставим с размером листьев у гортензии, которые находятся у меня в кашпо, который я купила в феврале и заботливо высадила вот в такой горшочек. Тем не менее, друзья, по гортензии у меня вам рекомендация следующая. Как вы можете видеть, она у меня все еще под укрытием. И только благодаря тому, что я живу рядом со своими растениями, я, конечно же, имею возможность за ними так ухаживать. Гортензия крупнолистная у нас крайне прихотливая и нежная южная растение. Поэтому за ним надо смотреть, смотреть и еще раз смотреть. И когда теплая погода, я укрытие уже бывало и совсем полностью снимала. Бывает, я оставляю только спонпонт, а на ночь все еще укутываю такой теплой пупырчатой пленкой. Поэтому тут очень много у нас зависит от погоды. Если ваша гортензия очень хорошо чувствует себя вот сейчас в горшочке, я бы не спешила высаживать ее в открытый грунт. Так как окончательно в условиях средней полосы России вот это все укрытие с крупнолистной гортензии, я лично снимаю вот в условиях Подмосковья. После середины мая, то есть это 15-16 число, опять же таки, да, смотрим по погоде. Не дай бог возвратные заморозки. Все, почки цветочные замерзнут тут же. И все наши потуги с укрытием окажутся просто-напросто напрасными. Поэтому я бы вам не рекомендовала высаживать юрана, несмотря на то, что вот по листве вполне-таки можно, да. Но еще раз говорю, не рекомендовала бы. Иначе все-таки почва у нас еще не прогретая. Гортензия у нас молоденькая, слабенькая, да, такой череночек, несмотря на то, что он в горшочке. Здесь у меня гортензия уже достаточно такая старая. Ну, ей порядка 6, наверное, лет вот так вот. Может быть, 7 точно не считала, да, наверное, лет 7. Несколько раз полностью обмерзала, полностью удаляла ей побеги, пока не научилась вот так вот ее укрывать. Она у меня очень хорошо замульчирована очень большим слоем листвы, хвойного опада. Поэтому ей здесь очень тепло, у нее свой микроклимат. А вот такой маленький череночек мы сейчас высадим. Ему будет крайне неуютно, некомфортно. И он может, ну, плохо, скажем так, перенести пересадку. Я думаю, что он не погибнет, друзья. Я как-то раз высаживала, да, по незнанию, по неопытности в апреле в такую слегка прохладную землю, крупнолесную гортензию. Она принялась немножечко в верхнюю часть сначала обмерзла, потом летом пошли новые побеги, как бы все нормализовалось. Но, тем не менее, все-таки, если вы не хотите за нее сильно переживать, вот сейчас вам высаживать ее не рекомендую. Высадите чуть-чуть попозже, когда уже более-менее так наладится погода и будет потеплее. Да, когда не будет нужды ее вот так укрывать. Поскольку, если высадите сейчас, вот так вот укрывать, просто вам ее будет необходимо. И крупнолесная гортензия у нас очень любит солнечное место на вашем участке, по крайней мере, в условиях средней полосы России, где лето у нас не очень солнечное, не очень теплое. Она очень хорошо растет на солнце. Но не забывайте ее поливать. И, конечно же, сажайте ее в такое место, где вы будете иметь возможность сооружать над ней вот такие укрытия и достаточно долго ее содержать под таким укрытием. Музыка Ну и от гортензии крупнолесной. Давайте с вами перейдем к гортензии метельчатой и гортензии древовидной. Опять, здесь все зависит от того, в каком виде ваши саженцы, которые вы сейчас покупаете. Вот, например, мой саженец гортензии лаймлайт, метельчатый. Да, это как раз вот та гортензия, у которой я сейчас нахожусь. Моя гортензия уже с листиками. А в саду моя метельчатая гортензия еще спит. Здесь только-только-только стали набухать почки. Поэтому вот такой саженец, конечно же, еще высаживать в открытый грунтрана. Если вы купили в каком-то питомнике вашу гортензию, у нее состояние такое же, как у гортензии, которые растут в саду, то, конечно же, можете смело высаживать. То есть, опять-таки, сопоставляйте наземную часть ваших растений с тем растением, которое у вас растет в саду. Все, что касается барбарисов. Ну, конечно же, высаживаем. Смотрим на наши барбарисы, как они себя чувствуют. А барбарисы уже стали у нас распускаться. В моем саду, друзья, уже распускаются буквально все барбарисы. И желтолистные, и зеленолистные, и краснолистные. Поэтому барбарисы можно легко высаживать. Если они у нас в вас горшочках были, или если вы их вот сейчас саженцами где-то купили, смело высаживайте. Барбарисы тоже любят, когда их высаживают вот в такую прохладную погоду. Кстати говоря, друзья, все свои барбарисы я тоже высаживала по весне. Хотя барбарисы, в принципе, лучше высаживать осенью, когда более прогретая почва. Но, однако же, у меня неплохой опыт. И все барбарисы, высаженные мной весной, также неплохо принялись. И зашла я в уголочек, в очень показательный, поскольку у меня растут здесь сразу несколько интересных для высадки растений. Так, ну, конечно же, это барбарис краснолистный, который, вот он, пожалуйста, распускается, что еще раз говорит о том, что высаживать барбарисы можно. Во-вторых, вон там на заднем плане, друзья, у меня растет молодая спирея, Firelight. И вопрос касаемо спиреи. Конечно же, все спиреи уже можно высаживать. Во-первых, они очень неприхотливы, они холодостойки. И, в принципе, у них уже, у всех, по крайней мере, у нас в Подмосковье, начинают распускаться листья. Поэтому смело высаживаем спиреи. Также за мной на заднем плане сирень на штамбе. Штамб формировалась сама в течение пяти лет. Сирень уже распускается. И, соответственно, сирень вообще у нас ранее растение, она уже цвести скоро должна. Поэтому, если вы где-то сейчас в каком-то садовом центре купите сирень, срочно ее высаживайте. Ей тоже необходим холодный старт корням. В принципе, даже было можно раньше ее высаживать. Но если вот вы сейчас сирень привезли, она, в принципе, довольно неприхотлива. Конечно же, ее высаживайте. И, друзья мои, в этом уголочке у меня также есть пиончик, который в прошлом году вот как раз я высаживала с погибшей почкой. То есть я высадила только корень. И сейчас вам покажу, как в этом году у меня уже, да, в том году у меня к осени цветочные почки новые заложились у этого пиона. И в этом году, пожалуйста, вот вам и стебли. Вот он, пожалуйста, друзья мои, мой красавчик. В том году высаживала с полностью погибшей почкой, то есть высаживала всего лишь один корень. И вот, пожалуйста, все в порядке. Почка цветочная в прошлом году заложилась. И в этом году, вот, пожалуйста, все в порядке, пион наш вышел. Вигела. Ну, вигела – это у нас достаточно-таки все-таки южные растения, и есть, конечно же, зимостойкие сорта. Вот, кстати, у меня сорт Розео, это достаточно зимостойкий сорт, в общем-то, никогда не обмерзает у меня, прекрасно растет. И вот сейчас только-только опять-таки начали появляться листики. Но, в принципе, вигелу высаживать можно. Но предусмотрите для нее такое тихое местечко где-нибудь у заборчика, чтобы на нее не задували холодные зимние ветра. И в первые зимы, если это у вас будет сорт не Розео, а только она очень зимостойкая, в условиях средней полосы России, не забывайте ее прикрывать на зиму. Дельщиниум. Смотрите, какую большую наземную часть он уже нарастил. Кстати говоря, не испугался ни снега, ни небольших возвратных заморозков. Поэтому дельфиниум смело высаживайте в сад. Кстати говоря, друзья, дельфиниум это тоже то растение, которым просто необходимо холодный старт для корней. Поэтому, если покупаете сейчас где-то в супермаркете с открытой корневой системой, прям высаживайте в прохладную землю. Ему это очень и очень понравится. И, кстати говоря, друзья, мои молоденькие дельфиниумы, которые я в прошлом году высевала с семенами, тоже прекрасно пережила зиму. Все взошли и, в общем-то, имеют тоже такие хорошие-хорошие уже листики. Субтитры подогнал «Симон» Ирисы, лилейники, баданы. Все это можно смело уже высаживать. Потому что, ну, во-первых, это уже у нас все очень хорошо растет в открытом грунте. Уже лилейники так вообще хорошо разрастаются. Ну, баданы, они вообще вечно зеленые. Поэтому, друзья, высаживайте без опасений. Ну, а вот с чем следует быть поосторожней, это с хостами. Вот хосты, друзья, у нас те растения, которые очень боятся их листья заморозков. Да, кто выращивает хосты в своем саду, те знают. Как только первые заморозки, листья у хостов сразу желтеют и, в общем-то, становятся совершенно уже такими осенними. По ним здорово и сразу бьют заморозки. Поэтому с хостами, друзья мои, будьте крайне осторожны и сопоставляйте наземную часть ваших хост с теми хостами, которые у вас уже растут в саду. И вот у меня хосты, они только-только начали появляться. Причем, друзья, у хостов три вида листьев. Если вы хотите узнать поподробнее, какие у них листья, так вот, пожалуйста, посмотрите мое видео на моем канале. У меня есть очень большое интересное видео по хостам. Я надеюсь, действительно, вы почерпнете оттуда очень много полезной информации. Однако же, сейчас я вам скажу, что те листья, которые у нас пробивают землю, они так и называются пробивные. И они наиболее морозоустойчивые. А потом, основные листья, самые красивые. И это уже листья второго и третьего порядка. Так вот, они у нас совершенно не морозоустойчивые. Поэтому, если ваша хоста уже с большими красивыми листьями, то пока ее, например, я считаю, высаживать рано. Высаживайте такую хосту в тот момент, когда пройдет угроза возвратных заморозков. Но, собственно говоря, чтобы об этом вот прям так сильно не думать, ориентируйтесь на те хосты, которые у вас уже растут в саду. И как только они тоже будут с большими листьями, как и ваши хосты в горшке, друзья мои, смело высаживайте в грунт. Ну и последнее, о чем забыла сказать, это, конечно же, о флоксах. Как вы видите, флоксы уже активно растут. А это значит, что и флоксы, которые вы сейчас, возможно, приобретете вот в таких пакетах, вы тоже можете смело высаживать в открытый грунт. Тем более, друзья, что флоксам для успешного развития тоже необходим холодный старт к корням. Ну что ж, друзья, вот такое интересное видео. Я надеюсь, конечно же, интересное и полезное у меня сегодня получилось. Пойду, друзья, сажать растения, так как у нас очень много у всех дел, очень много непосаженных растений. Ой, Буян, ты мой золотой. Все, успокойся, успокойся. Буяна выпустила, друзья, не могла показывать сниму это все, поскольку снимаю сегодня одна. Друзья, желаю вам всем хорошей-хорошей погоды, приятных посадок. Пока-пока, друзья. Давай лапу. Молодец, молодец. 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 Субтитры подогнал «Симон»